Президент США Джо Байден вновь призвал Израиль к прекращению огня в секторе Газа и обеспечению полного доступа палестинского населения к медикаментам и продовольствию. Он раскритиковал действия израильского премьера Бенемина Нетаньяху, хотя и признал его право защищать свою страну. Байден также осудил израильскую атаку с воздуха в секторе Газа, в результате которой погибли семеро сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen. I think it's outrageous that those four or three vehicles were hit by drones and taken out on a highway where it wasn't like it was along the shore. It wasn't like there was a convoy moving in, etc. So what I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire, allow for the next six-eight weeks total access to all food and medicine going into the country. Белый дом хочет избежать эскалации конфликта, который неизбежно распространится на других региональных игроков и в конечном итоге затронет США. Джо Байден считает, что стратегия премьер-министра Нетаньяху не соответствует нынешнему политическому контексту и гуманитарное прекращение огня, по мнению США, может стать решением для повышения уровня сотрудничества в регионе. I've spoken with everyone from the Saudis to the Jordanians to the Egyptians. They're prepared to move in. They're prepared to move this food in. And I think there's no excuse to not provide for the medical and the food needs of those people. They should be done now. По мнению американских властей, непосредственные риски исходят от неизбежной военной операции ЦАХАЛ в Рафахе, где сейчас находятся около полутора миллионов палестинцев. Субтитры создавал DimaTorzok